Вот умирает сад небес, Среди проклятий на земле. О, мой Спаситель, о, мой Бог, Юрий Бог, гости, глупый я, Ты гречным людям дал чередок, Ты мне сказал, люблю тебя. Скалмаз, скалмаз, спеши, народ, Церковь Сион Пасха. А ясно делал взгляды, Ведь при тобой слышны слова, Наблюдает покрасенный зеленый. О, мой Спаситель, о, мой Бог, Твою любовь постигну я, Ты гречным людям дал чередок, Ты мне сказал, люблю тебя. Прости, прости им, Отче мой, Они не знают, что твоя, Слова несутся на земле, Из устрасть пятого царя. О, мой Спаситель, о, мой Бог, Твою любовь постигну я, Ты гречным людям дал чередок, Ты мне сказал, люблю тебя. Бог, любовь постигну я, Бог, любовь пришла с небес, И нам открыла рая дверь, Страну красок, страну чудес, И я вступлю в грядущий свет. О, мой Спаситель, о, мой Бог, Твою любовь достигну я, Ты гречным людям дал чередок, Ты мне сказал, люблю тебя. О, мой Спаситель, о, мой Бог, Твою любовь постигну я, Ты гречным людям дал чередок, Ты мне сказал, люблю тебя. Слава Богу! Аллилуйя! Аллилуйя! Александр Васильевич Вальдак, как он мне сказал, его белорусский друг. Я их приветствую сегодня, и они поделятся, слава Господь. Пожалуйста, как вы там в очередности? Слава Господу! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! На Руси говорят, Бог любит Троиц, поэтому мы всегда говорим троекратное. Знаете, я хочу прочитать один стих, так как сегодня у нас праздничное служение, и мы должны быть так во время лаконичны, поэтому коротко хочу поделиться всего одной мыслью. И она записана в послании к Римлянам, 4 глава, 25 стих. Который предан за грехи наши, и воскрес для оправдания нашего. Аминь. Еще раз прочитаем. Который предан за грехи наши, и воскрес для оправдания нашего. Знаете, в последнее время, да не только в последнее время, так по жизни приходится очень много с кем-то иметь общение, вести разговоры, дискуссии, может даже споры какие-то. Вот. И вы знаете, самая большая проблема в разговорах в том, что иногда мы начинаем говорить вроде бы о известных событиях, о известных делах или вещах, и мы не приходим к пониманию только лишь из-за того, что мы в начале нашего разговора не определились в определениях, или, как говорят, в дефинициях. То есть не договорились мы, а предмет нашего обсуждения. Правильно ли мы смотрим на эту вещь? Чтобы о ней говорить, о ней рассуждать, нужно сначала определиться. Вот, к примеру, спросите сейчас у любого жителя нашей православной страны, что такое Пасха? Вы можете себе представить, какие будут ответы? Да. Поэтому, знаете, нужно обязательно сначала договориться, о чем мы будем рассуждать. Вы знаете, когда я прочитал вот это место Священного Писания, я хочу просто вот так, провести экзегезу этого стиха, чтобы мы понимали, о чем здесь идет речь. Знаете, но прежде чем говорить об этом, я сейчас слушаю Сергея, мне пришла такая мысль очень четкая, понимание, я ее даже выразил в фейсбуке, в соцсетях. Вот. Вы знаете, в Ветхом Завете, в Ветхом Завете, Бог или человек со своей стороны взял на себя такую обязанность найти Бога, искать Бога, умилостивливить Бога. И поэтому, как и для израильского народа и других религиях, было предписано для человека очень много всевозможных ритуалов, обрядов, церемоний, что человек должен что-то делать. Поэтому были священники, были жертвы, были законы, заповеди, то, что человек должен был исполнять в своей жизни, чтобы угодить Богу, чтобы умилостивить лицо Бога, и чтобы обрести какое-то благоволение в лицах Божьих. Вы знаете, но с приходом Христа в Ветхом Завете произошло совершенно разное, совершенно другое понимание или подход к самой жизни, к сути. Потому что в Новом Завете уже Христос является и священником, и жертвами. Христос является, как мы сейчас слышали, и жизнью, и воскресением. Христос является и оправданием нашим, и освящением. Христос является и жизнью, и даже жизнь с избытком. Христос является... Он есть и начальник нашей веры, и Он есть и совершитель веры. Он есть ходатай, и Он есть поручитель. Он есть... Вы знаете, когда читаешь все, что сделал для нас Христос, с кем Он является, и как Павел говорит, когда же явится Христос, жизнь наша... Знаете, у меня возникает вопрос, а что... Знаете, как есть поговорка, а как же я, да? А что я там должен делать? Если все Христос сделал за нас, буквально все, Он есть и жизнь, Он и смерть принял за нас, все заделал Он. А как же я тогда? А что я должен делать? А как же тогда написано? Царство Божие усилием берется. Ведь первый заповедь, помните, Христос говорит, первый заповедь, возлюби Господа всем сердцем, всем разумением, всем крепостью, всеми... То есть всеми фибрами своей души возлюби. То есть приложи усилие, чтобы ты любил Господа. Но это Ветхий Завет. А в Новом Завете что? Даже любовь Бог Духом Святым излил сердца наши, потому что мы любить не можем. Значит, что нам остается тогда делать? Что нам делать, чтобы мы понимали дела Божьи? Веровать. Помните? Веровать в того, в кого Он послал. Итак, дорогие друзья, смотрите. Ветхозаветняя вера, я еще раз повторю, в прошлый раз я повторил, я хочу, чтобы вы это запомнили. Ветхозаветняя вера была... зиждилась на том, что должно было когда-то произойти. Они верили в грядущего Мессию, они... пророки пророчествовали, семья от Емы еще было, в Евангелии записано, что должно пройти искупление, избавление и все. Верили в что должно было произойти. В Новом Завете мы верим в то, что уже произошло. То, что в Иисусе все совершилось. Буквально все. И нам теперь можно только верою принять то, что Он нам дал. И вот это текст, текст, который я сейчас прочитал, что Христос умер, предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Что такое умер, предан был за грехи наши? Ну, в Коринфянам еще написано, что... 2 Коринфянам 5.15 написано, Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Смотрите, Христос умер или предан за грехи наши. В притчах есть такой один стих, где написано, что если нечестивый будет помилован, то он не научится правде, и принесет очень много беды в земле правых. Помните? Смотрите, вот этот стих — это не одно и то же. Умереть за грехи — это одно действие. А воскресство для оправдания — это совершенно другое действие. Мы должны здесь четко понять, почему я сказал, мы должны определиться в дефиниции, то есть что это такое, что Господь совершил. Можете себе представить, что Бог, который воплотился, который пришел на землю и взял грехи всех людей на себя и умер. То есть Божий суд совершился над Иисусом. Бог поразил его за грехи людей. Он умер за грехи людей. Скажите, люди стали святыми после этого, если Христос взял мои грехи? Могу ли я считать себя праведником, если Христос взял мои грехи? Конечно же, нет. Я как был нечестивый, так и остался нечестивым. Просто суд подытожил мою жизнь, взял все мои грехи, но я-то не изменился. Я остался таким же нечестивым, и если я не изменюсь, то я оставлюсь рецидивистом. Я опять пойду делать то же самое, что я раньше делал. Просто прошлые грехи мне были прощены, Христос за них умер, но будет ли это жертва за мои будущие грехи, если произошло познание истины? Это другой вопрос. Поэтому смотрите, друзья, первое действие. Христос умер, взял наши грехи и умер за все наши грехи. Это мы принимаем веру. Но Павел дальше говорит, если Христос не воскрес, то вера наша тщетна. Мы еще что? Во грехах наших. Каким же образом? Ведь же Христос взял грехи наши и умер за нас, и мы теперь помилованные грешники. Поэтому смотрите, Христос воскрес, чтобы мы теперь уже стали праведниками. И вот теперь смотрите, здесь написано «И воскрес для оправдания нашего». Вот на этом стихе я сейчас остановлюсь и долго не буду вас задерживать. Что такое оправдание? Вы знаете, вот честно скажу, мне 56 лет, и я в своей жизни в третьем поколении христианин, 50-ник, да, с детства верующий, отец мой пастором. И знаете, для меня вот это оправдание всегда было какой-то с затуманенным смыслом. Я вам сейчас попытаюсь объяснить, что такое оправдание. Знаете почему? Для меня всегда это была какая-то неясность. Что значит оправдание наше? Что значит он воскрес для нашего оправдания? Вы знаете, слово оправда, оно в русском языке, в синодальной Библии мы читаем, апостол Павел очень часто употребляет это слово оправда, оправда, оправдание, вот, что нас оправдали. Вы знаете, в русском языке слово оправдание, оно взято, несет в себе сразу такой смысл уголовно-процессуальный. Кто такой оправданный человек? Это тот, над которым совершился суд. И суд, именно только суд признает, человек виновный или он преступник. И вот этот суд выносит вердикт оправдан. На основании чего? Ну, мы знаем только два таких момента. Это, когда за недостаточностью улик или недоказанностью преступления, человека оправдывают, его из зала суда освобождают. И к нему уже нельзя применить слово преступник или подозреваемый. Поэтому он выходит оправданный, потому что он не доказали его вину. И в другом случае оправдан. Это тогда, когда человек этот не виновен вообще ни в чем. Просто по ложному обвинению. Одно дело, когда не доказали вину, но ты был в чем-то замешан. А другое, когда ты ни в чем не был виноват по ошибке. И тебя оправдали. Скажите, такое слово оправдание к нам можно применить? К людям на земле? Мы все грешники. Все согрешили и лишили славу Богу. Поэтому слово оправдание к нам никак не применяется. И синонимы слова оправдание в русском языке – это алиби, это довод оправдать, дать возможность оправдаться, ну, привести свои доводы, аргументы, что ты не виноват. Поэтому слово оправдание в русском языке, оно никак не связано с нами и с то, что с нами произошло. Поэтому нас никто не оправдал, именно в том смысле, в юридическом, в уголовном праве, что нас никто не оправдал. Нас помиловали и простили. Вот этот термин, который к нам относится. Мы прощенные или помилованные грешники. Аминь. Что дает вот это? Воскрес для оправдания. Почему в русском синональном переводе это слово оправдание употребляется очень часто? Знаете, я посмотрел в греческом, вот это слово оправдание, или праведность, или праведное, оно однокоренное слово в греческом языке. И апостол Павел, вот это слово оправдание, он не приводит в пример, не берет его во слово. Вот как это понять? Что же, почему в русском языке это слово оправдание? Чтобы мы понимали, почему, если мы не, Христос не воскрес, то мы еще во грехах наших. Смотрите, приведу такой пример. Вот давайте возьмем прилагательное слово заботливый, потом печальный, ну и праведный. Вот эти три слова. Заботливый, печальный и праведный, да? И на этих прилагательных существительное какое слово будет? Забота, печаль и праведность, да? Или правда. Глагол от этих слов какой будет? Заботливый. Какое? Заботиться. Озаботиться. Или в русском языке еще слово озаботился. Он. Представочка он озабоченный, да? Озаботился. Или опечалился. Печалиться, да, глагол. Есть еще слово в русском языке опечалиться. То есть, что значит опечалиться? Взять на себе маску, гримасу, печали или уныние на свое лицо. Озаботиться, это тоже значит взять, возложить на себя какую-то заботу. Озаботиться. И что значит глагол от слова праведный или праведность? Оправдание. Оправдаться. Оправдаться. Оправдаться, это значит одеть на себя одежду праведности. Поняли? Глагол от слова праведность. Оправдаться, это не в том смысле, что дать тебе возможность оправдаться перед судом и доказать свою невиновность. Оправдаться, это значит одеть на себя одежду праведности. И в подтверждении этому я покажу три момента. Что значит оправдаться? Помните, в Захарии описывается ситуация Иисуса Иерей Великий, да? И рядом с Него стоит Сатана по правой стороне, и Ангел говорит, смотри, снимите с Него верхнюю одежду, запачканную одежду, помните? И говорит, оденьте на Него чистые, помните, кидар на голову, его оденьте. И Ангел говорит, смотри, вот я снимаю с тебя грязные одежды и одеваю на тебя чистые одежды. Смотрите, Ангел предупреждает этого Иерея Великого Иисуса, да? Говорит, я одеваю на тебя эти одежды чистые. Когда мы читаем в Откровении, да и дано ей было облечься в весон чистый и светлый, который есть что? Праведность святых. Дано было облечься в весон, то есть облечься в праведность. Итак, что такое праведность? Смотрите, первое это статус. Мы приобретаем статус. С воскресением Христа, смотрите, Христос на Город Боге умер для того, чтобы были прощены все наши грехи. Он взял на себя наши грехи и умер за них, поэтому мы теперь уже прощенные грешники. Но теперь, чтобы перевести из статуса грешника в статус праведника, Бог воскрес и свою праведность одевает на тебя одежды праведности. То есть, каким образом? Вы знаете, я прочитаю в гугле, есть такое определение слова статус. Очень интересное. Статус – это состояние, либо позиция, ранг в любой иерархии, структуре, системе, времени. То есть, смотрите, статус – это позиция, ранг в любой иерархии, или структуре, или системе. Смотрите, что такое статус? Когда Бог наделил нас своей праведностью, Он дал нам сразу статус. Мы приобрели статус праведника. Он нам дал статус сына. Помните, написано, о тем, которые приняли Его. Вы знаете, я даже боюсь сказать, что это статус сыновства. Оно и есть сыновство, потому что мы от Бога родились. Вы знаете, то есть, наша позиция в Боге, мы теперь уже не чужие, а свои. То есть, поменялся наш статус. В воскресении у Христа поменялся наш статус. Мы теперь стали праведниками, мы теперь стали сыновьями, мы теперь стали народом избранным, мы теперь во Христе Иисусе поменяли статусность. Из грешника, праведника, из нечестивого, святого поменялся наш статус, благодаря воскресению Иисуса Христа. Второе. С этим статусом прилагается качество, качественность. То есть, мы теперь стали праведные, на основании праведности Божьей, которую Он нас оправдал и вменил нам свою праведность, то есть, отдел нас свою праведность на нас, то есть, вот эта статусность. И к этому Он дал еще, помните, здесь написано, Он нас отделал царями и священниками. Тоже наш статус, да? Цари и священники. Но, слава чери царя, где находится? Внутри. Вот сегодня очень хорошее откровение я для себя получил, что значит Эммануел. Слава чери царя внутри. Царство Божие внутри нас есть. И с этим пришло, как в Иеремии 31 главе написано, вложу законы мои в сердцах их и напишу. Поэтому морально-нравственный закон, качественность наша, моральность, она уже исходит из нашей позиции, из нашего статуса. Кто мы есть. Поэтому сбыл из пророчества, которое было сказано, что, вот заключаю Говый совет, и я запишу на скрижалях, не на каменных скрижалях, но на плотяных скрижалях, сердцах напишу мои уставы. И уже никто не будет говорить, познай Господа, потому что все будут знать меня. Поэтому помазание, которое внутри нас, оно истинно и не ложно. Мы приобрели способность быть высоконравственными, моральными, как наш Бог. Поэтому написано, будьте святы, потому что я свят. То есть, Он праведник, и мы праведные. Он святой, и мы святые. Он основание Его престола, суд и правота. И мы сидим на престоле с Ним, Он посадил нас на небесах. То есть, поменялось наше внутреннее качество. И третье. Как можно еще перевести слово правильность? Додой было облечься в одежде светлой, которая есть правильность святых. Так, слово правильность в греческом языке еще переводится. Устав, предписание, заповедь, правильный поступок, доброе дело. То есть, смотрите, из этого возникает вопрос, а зачем? Зачем Бог дал нам новый статус? Зачем Он нас сделал святыми и праведными? То есть, поменял нашу качественность. Для какой цели? Значит, у праведности есть предназначение. Предписание, заповедь. Помните, Христос говорит, и эту заповедь я получил от Отца. То есть, что? Исполнить волю Божию. Исполнить, для этой цели я и пришел. То есть, у каждого из нас теперь персонально, от Бога, для каждого из нас есть предписание. Есть праведность, которая отличается от праведности каждого из нас. Потому что у нас у каждого есть предназначение. И мы должны теперь в своей жизни исполнить эту праведность. Это предназначение в нашей жизни. Итак, дорогие друзья, возвращаясь к этому стиху. Христос был предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. В нем все совершилось. И теперь, что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Верой. Потому что, что такое вера? Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимого. То есть, ты осуществляешь то, кем ты являешься. Возвещать совершенство, призвавшего нас. Возвещать его волю, его праведность через свою жизнь на этой земле. Не делать добрые дела для того, чтобы угодить Богу. Это ведь хозаветнее мышление. Но хозаветнее это эра духа. Это жить по духу и исполнить волю Божию. Поэтому, если Христос не воскрес, и если мы не верим в эту нашу Пасху, что Христос воскрес из мертвых, что Он не только был закланным агнцем, а что Он является нашей свободой, что Он является нашей жизнью и нашим воскресением, то мы еще во грехах наших. А если нечестивый не возьмет на себя вот эту праведность по вере, то он останется грешником. И как в притчах написано, что он не научится правде и будет большой бедой и проблемой в земле правых. Аминь. Будьте благословены, друзья. Христос воскрес! Боистос воскрес! Субтитры подогнал «Симон»